Дороги к свободе Дороги к свободе Дороги к свободе в те первые дни, недели и месяцы после того, как Советский Союз развалился. И вспоминаю реакцию вот тогда, как будто бы новой России, которая говорила, ну вот теперь мы заживем по-новому, теперь у нас будет все на равноправной основе, теперь у нас не будет никаких центров, будут равноправные отношения. На самом деле и Ельцин, и все его окружение с самого первого дня имели в голове абсолютно другие цели. Тот же Бурбулис, тот же Шелов Коведяев, который тогда был первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, они очень четко и ясно давали понять, ребята, да никуда вы от нас не денетесь. Ну, возможно, что-то в сознании самих украинцев просто менялось с 91-го года, скажем так, под 2004-й. Безусловно. Вот это, я об этом вас и спрашиваю. Безусловно. У нас менялось тоже постепенно, тоже не сразу, не так, как, скажем, это произошло у наших балтийских коллег. Менялось с учетом того, что мы тянули на себе вот этот вот коммунистический хвост, и он очень серьезно влиял на все то, что происходило. Влияло то, что мы не смогли понять, что с советским прошлым нужно кончать очень решительно и быстро. Мы втянули в новую власть тех, кто, собственно, перекрасился и начал вместо коммунистических пиджаков носить националистические. Но от этого ситуация принципиально, к сожалению, не поменялась. И мы пошли по предложенному, кстати, мне кажется, в основном москвой пути. Между руководством России и Украины сложился, мне кажется, такой достаточно очевидный договор. Мы работаем вместе на газовой теме, вместе зарабатываем миллиарды, и нам хорошо. Вы можете рассказывать о вашей евроинтеграции до тех пор, пока она не мешает нашему бизнесу, а мы будем иметь вид, что мы с этим согласны. И вот как раз в этом контексте и большой договор ложился очень хорошо. То есть, ну хорошо, мы формально признаем, что мы независимы, на самом деле мы очень хорошо взаимозависимы. Мы выводим Черноморский флот когда-то через 20 лет. Мы признаем все то, что написано в международном праве. Ну а на самом деле все остается как есть. Вот то, что, мне кажется, было сутью наших взаимоотношений и в 1991 году, и в 2004 году, и в 2014 году. Давайте мы посмотрим сюжет о том, как развались российско-украинские отношения в новом тысячелетии. В январе 2005 года, после Украинской оранжевой революции, президентское кресло занял Виктор Ющенко. Свой первый зарубежный визит он совершил в Москву. Но приоритетом в внешней политике Ющенко стали отношения с Западом. Стратегической целью Украины была провозглашена интеграция в Евросоюз и НАТО. Однако на Бухарестском саммите НАТО в апреле 2008 года под давлением России, Германии и Франции заблокировали предоставление Украине и Грузии плана действий по вступлению в Североатлантический Союз. В августе 2008 года, в дни российско-грузинского вооруженного конфликта, Ющенко поддержал Михаила Саакашвили. Украина отправила Грузии, в частности, свои системы противовоздушной обороны. Реакция России не заставила себя ждать. Роспотребнадзор запрещал поставки украинской молочной продукции, а «Газпром» перекрывал подачу Украине газа. По итогам переговоров премьер-министров двух стран Юлии Тимошенко и Владимира Путина, в январе 2009 года был заключен 10-летний газовый контракт, условия которого базовая цена на уровне 450 долларов за тысячу кубометров в два с половиной раза выше прежней стоимости Украина позже сочла до себя кабальными. В период президентства Ющенко пост главы МИДа занимали Борис Тарасюк, Арсений Яценюк, Владимир Огрыско и Петр Порошенко. Огрыско проводил жесткую линию в отношениях с Россией, в частности, по вопросу о базировании в Крыму российского Черноморского флота. Незадолго до своей отставки, в декабре 2009 года, Огрыско угрожал высылкой тогдашнему российскому послу в Киеве Виктору Черномырдину из-за его нелицеприятных высказываний. Несколько российских политиков были объявлены в Киеве персоны нон-грата. Это вице-спикер Государственной думы Владимир Жириновский, директор Института стран СНГ Константин Затулин, мэр Москвы Юрий Лужков, политолог Глеб Павловский, журналист Михаил Леонтьев. С января по август 2009 года МИД Украины передал российской стороне 14 нот в связи с нарушениями Черноморским флотом документов о базировании в Крыму. Ющенко назвал размещение зарубежных военных на украинской территории дестабилизирующим фактором и потребовал, чтобы российский флот покинул Украину весной 2017 года, как это установлено договором. Однако после поражения на президентских выборах в 2010 году Ющенко набрал всего 5% голосов и прихода к власти Виктора Януковича договор о базировании Черноморского флота в Крыму был продлен. Вот, собственно, такие главные контуры. А теперь я все-таки хочу вас вернуть к этому 2004 году, потому что тогда вы могли думать, как вот теперь должны развиваться российско-украинские отношения. В первый раз избрали президентом человека, который, мягко говоря, не воспринимался Кремлем. В первый раз украинское руководство говорило о том, что оно хочет проводить самостоятельную внешнюю политику. В первый раз говорилось уже не о многовекторности, а о европейской и евроатлантической интеграции. И в этой связи возникал вопрос, честно говоря, как будет реагировать Кремль. Согласится ли он, что это так и должно быть? Ну, вы знаете, мне кажется, что ставить вопрос так, а согласится ли кто-то с тем, что мы... Это же изменение той концессии, о которой вы только что говорили. Что мы делаем вид, что мы независимы, а на самом деле просто рука руку моет. Ну вот, если бы мы смогли в тот период, когда президентом Стал Ющенко от этой концепции уйти, если бы она, вот как сейчас, прекратила свое существование, то я думаю, все последующие шаги были бы иными. Я думаю, что мы смогли бы тогда без крови, без вот всех тех катастроф, которые мы переживаем сегодня, действительно мирно рассоединиться. Вот сегодня мирно не вышло, потому что Россия набрала силы, набрала возможностей действовать вот так нахрапистое и грубо. В 2004 году она к этому не была готова. Ни с какой стороны. Ни с политической, ни с военной, ни с экономической. Она еще только тогда начинала, так сказать, ну вот, накачивать мышцы. И нефти газовые, и военные, хотя до состояния нормальности российской армии было еще далеко, и Грузия это показала в 2008 году, когда там все сыпалось с той стороны, как груши, которые уже переспели. Поэтому вот тогда бы ситуация поменялась. Но, к сожалению, вот этот неофициальный договор, мы грабим свои народы и продолжаем это делать под любыми, кстати, флагами, он продолжался. Поэтому, к сожалению, отношения не пошли так, как они могли бы пойти, вот как они могли бы измениться и стать понятными и России, и Украине. Вот этот вот конгломерат, это неумение увидеть за собой страну, а увидеть, прежде всего, мешки с долларами. Вот оно и, к сожалению, сыграло роковую роль. Ну, а позвольте, такой неполиткорректный вопрос. А если бы в 2014 году не произошло бы события в Крыму и на Донбассе, был бы разорван этот негласный договор? Может быть, он бы до сих пор существовал бы и продолжался? Не исключено. Я не знаю, если бы все пошло по другому сценарию и в Москве не решили бы, что вот это конец и это Атлантида уходит, то, может быть, в всем мире бы договориться. Но вот то, что Москва переступила Рубикон и пошла на кровавые действия, я думаю, что это поставило точку. По большому счету, можно сказать, что эти отношения продолжались бы ровно до того момента, пока первые из договорящихся, первые договорящиеся не выдержали бы не выдержали. То есть, вот первый моргнул Кремль, скажем таки, перешел к силовому варианту отстаивания своих интересов. Он посчитал, что вот все, Украина уходит, нужно хватать и пробовать хотя бы оттяпать то, что лежит под ногами. Он просчитался, не уразумел простой истины. У нас не рабы все-таки в большинстве, а люди, которые понимают, что такое свобода. Люди, которые за эту свободу готовы умирать, которые готовы воевать, несмотря на то, говорят ли они по-украински или по-русски или по-польски или по-венгерски. Вот это не осознали и подумали, посчитали, что вот если у нас в России цыкнуть на людей и на этом все заканчивается, то тут будет то же самое. Напомню, что в программе «Дороги к свободе» мы беседуем с бывшим министром иностранных дел Украины, руководителем Центра изучения России Владимира Магрыска в рамках специального цикла, посвященного 25-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Украиной. Ведет программу «Виталия Портника», вы можете смотреть ее на телеканале «Настоящее время» и слушать в нашем радиоэфире. Скажите, Владимир Станиславович, а вот ваши контакты с российскими дипломатами, когда вы создали Украинское внешнеполитическое ведомство, они оставляли у вас ощущение равноправности диалога, скажем так? Диалога – да. То есть диалог был, я неоднократно бывал в Москве, мы неоднократно виделись с Лавровым на разных международных форумах, скажем, в Генеральной Ассамблее ООН, шли переговоры на других уровнях, на уровне заместителей, мы продолжали обсуждать вопросы, скажем, того же Черноморского флота. Было целый ряд вопросов, которые обсуждались с нашими министерствами, то есть диалог был. Единственный вопрос в том, что по крупным вопросам, скажем, принципиальным для Украины или России, не было результатов. И вот тот же самый диалог по Черноморскому флоту, когда мы начали прессинговать российскую сторону и говорили, что, ребята, так не должно быть, потому что это не вкладывается ни в какие правовые рамки, вот это вызывало сразу сопротивление, это вызывало вот эту вот, знаете, шовинистическую такую позицию, ну как так, мы же тут, ну типа как у себя в дома, у себя, мы не должны, у вас спрашивать, что нам делать в Севастополе. Особенно, когда по Севастополю начали тягать ракеты, и это вызвало абсолютно очевидную реакцию в Киеве. Ну, как-то пытались как будто бы эту ситуацию утихомерить, но на самом деле они смотрели на Севастополь как на свой город, Крым как базу российского флота. То есть в вопросах мелких и второстепенных можно было находить какую-то, ну скажем так, приемлемую формулу. В вопросах принципиальных, там где это имело для них какой-то особый смысл, шансов найти результат не было. Хотя диалог продолжался. Когда-то в Москве, помню, когда мы говорили о гуманитарных проблемах, я предложил Лаврову пойти путем западных стран, и учитывая, что в украинско-российских отношениях было много страшных и кровавых страниц, ну вот пойти по формуле «прощаем и просим прощения». Вы себе не можете представить, какая была реакция. То есть это вызвало такую бурю непонимания, даже не негодования, а непонимания. То есть как это мы можем просить прощения у украинцев, что что-то не то с утра съели или выпили. То есть это вообще не входило в голову, это не могло быть принято даже как основа для какой-то беседы, обсуждения. Понимаете, этот шовинистический синдром, он настолько глубоко сидит в головах, его настолько умело внедрили и сегодня поливают водичкой, чтобы он расцветал буйным цветом, ну что рассчитывать на какие-то изменения ни тогда, ни сейчас я, честно говоря, не могу. Вот это вопрос будущего. Как могут развиваться в будущем российско-украинские отношения? Представим себе, что рано или поздно будут регулированы те проблемы, которые сейчас являются определяющими. Донбасс и Крым. Что Россия смирится с европейской и евроатлантической интеграцией Украины. Но вот это исторический вопрос. То, что по сути обе страны претендуют на одну и ту же историю, при этом Россия еще отказывает в Украине в самом праве претендовать на ту историю, которая была здесь, на киевских землях. Наш князь, не то же Крым наш, князь Владимир тоже наш, князь Ярослав наш. Это наш же, русская. А вы просто случайно появились, когда-то в 18 веке, непонятно как, кто-то вас выдумал. Абсолютно. Ну, знаете, мне кажется, что, к большому сожалению, Россия пройдет путь, тот, который пришла Германия после войны. Она пришла путь деноцификации, а тут будет путь деимпериализации, де шовинизации, как хотите, можете назвать, но это займет, по моим подсчетам, ну, пару десятков лет, к большому сожалению. Потому что вот те зерна шовинизма и ненависти ко всем, это не только же Украина. Разве они видят в Беларуси отдельное государство или отдельную нацию? Нет. Ну, посмотрите, как они относятся к тем же казахам и так далее, хотя они как будто бы в этом общем европейском пространстве или союзе. То есть, на самом деле, это вещи такого характера, которые займут для того, чтобы их из голов выветрить пару поколений. Иначе я не вижу в этом просто какого-то шанса. Без достаточно жесткого управления в этом плане, и не только в этом, Россия до демократии будет идти очень долго. Ну, тогда что делать в Украине в отношениях с таким соседом? Ну, что это соседний, не смириться с тем, что Украина вообще существует как полноценное независимое государство со своим вектором развития? Ну, знаете, я об этом давно говорю и повторю сегодня. Гарантией независимости Украины есть ее присоединение к Европейскому Союзу и НАТО. Как это произошло в отношении, скажем, той же Польши, или той же Словакии, или той же Болгарии, или тех же Балтийских стран. Это то, что поставит в этом фантастическом восприятии мира у россиян какой-то барьер. И они поймут, что за этот забор мы уже не можем перепрыгнуть. Тут уже он настолько высок, что ничего не выйдет. До этого момента попытки забрать историю, забрать культуру, забрать ту же самую веру. Это все будет продолжаться бесконечно. Вот, когда вы говорите о том, что Украина должна стать частью европейского артиллерийского пространства, это вопрос, насколько сам Запад к этому готов. Потому что, видимо, на Западе есть точка зрения, что любое продвижение Украины в сторону Запада это ухудшение отношений самого Запада с Россией. Поэтому не спешите портить отношения наши с Россией. Они уже испорчены, до такой меры дальше некуда. Куда еще дальше их портить? Почему так происходит? Почему, собственно, даже европейцы, которые, в принципе, лояльно относятся к России, идут в фарватере, собственно, санкционной политики? Ну, возьмите последний, самый, просто кричущий пример. Сименс. Мы читаем, что Путин пообещал немцам, что турбины не попадут в Крым. И тут же свое слово успешно в очередной раз нарушил. Но на Западе не принято врать, смотря в глаза. Притом на таком уровне. Поэтому там убедились, что с этой страной просто плохо. И я не думаю, что небольшая группа бизнесменов в Европе сможет переубедить политиков, что их интересы значат больше, чем интересы мира, безопасности, порядка и тому подобное. Поэтому я думаю, что на самом деле придет еще немножечко времени, и на Западе поймут, что с такой Россией им искать улучшение отношений себе во вред. То есть это, извините, прикасаться к тем, к которым не прикасаются. Себе дороже. Но в любом случае Западу придется с Россией взаимодействовать, правда? И вот тут опять-таки, какова ролика? Никуда не деться от этого взаимодействия. Так вот, ну взаимодействие может быть разным. Может быть нормальные отношения, а могут быть отношения, которые есть сегодня. Санкционные отношения, когда Россия самоизолируется, а потом ее еще больше изолируют. Ну, мы же имеем Северную Корею на карте мира. Она маленькая, не занимает всю карту. Ну и что? Ну и что? По крайней мере, понимаете, у Запада есть на самом деле куча инструментов для того, чтобы России показать, что ребята, ну давайте побузили, а теперь останавливаемся. Иначе будет плохо. Действительно плохо. Ну, я не думаю, что это большие секреты, что есть еще такой момент, как финансовые отношения, есть такой момент, как действительно полное прекращение научно-технического сотрудничества, есть такой момент, как исключение из всей системы международных отношений и так далее. То есть, ну, рычагов еще предостаточно. Просто почему-то, особенно в Европе, считают, что с Путиным еще можно договориться. Уже нельзя договориться. Уже поезд ушел. А может быть, наоборот, может быть, сейчас, когда вот наступает весь этот период экономических проблем, возникает и одновременная возможность для договоренностей? Ну, договоренностей на чьих условиях и о чем? Ну, хотя бы на условиях, а от деэскалации. Деэскалации украинского кризиса, деэскалации вообще дестабилизации на постсоветском пространстве. Ну, вот если Западу удастся показать Путину еще, что следующий шаг будет, ну, для него провальным и очень болезненным, и что лучше вернуться к нормальным отношениям, чем продолжать падать в бездну, ради бога. Но пока мы не видим, к сожалению, никаких, ну, хотя бы элементарных сигналов с той стороны, что, ну, давайте начнем о чем-то договариваться, пока мы ничего не договариваемся. Если мы читаем о том, что там устраивают скандалы, почему до сих пор не дестабилизирована ситуация в отдельных регионах Украины, и из-за этого ближайшие помощники получают причухан, то, ну, о каких, собственно, вещах может идти речь? То есть вы считаете, что вот этот сезон, который открывается сейчас, политический сезон, сентября 2017 года, это все будет очередной период такой конфронтации? Ну, я не вижу причин, почему бы поменялась позиция Российской Федерации. То есть в чем причина наших и не только наших проблем с Россией? В том, что россияне заняли позицию, которая, ну, не соответствует представлениям ни Украины, ни Запада, о нормальных добрососедских отношениях. До тех пор, пока такая позиция будет сохраняться, шансов на то, чтобы вернуться к ним, нет. Исходная позиция – Крым украинский, Донбасс украинский. Мы выплачиваем компенсацию за нанесенный ущерб, извиняемся, целуем руки и ноги и говорим, вот с этого момента давайте возвращаться к чему-то более нормальному. Это исходная позиция. Если этого не будет, ну о чем тогда можно говорить? Поблагодарю нашего гостя. В программе участвовал бывший министр национальных дел Украины, руководитель Центра изучения России Владимира Грызко. Спасибо, Владимир Александрович, что были с нами. Программу провел для вас Виталий Портников. Эту программу «Свобода» вы можете смотреть на телеканале «Настоящее время» и слушать в нашем радиоафиле. Всего доброго, господа. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok